теперь смотрим видео сначала делим ханова который озвучил претензии нет сначала мы видео смотрим делим когда-то это вот прямо да 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 сейчас мы сейчас мы увидим видео слушаю приветствую дорогие друзья доброй ночи только зашел увидела в телеграм-канале обращение или заявление евгения пригодина в котором он говорит что ему непонятна задача чем занимается подразделение ахмат естественно что ты не понимаешь ты не должен понимать но подразделение ахмат как всегда выполняет все эти задачи которые поставлены главнокомандующим если тебе что-то непонятно ты любое время можешь связаться обозначить место время и мы тебе объясним что тебе непонятно это раз во вторых ты стал уже блогером и на весь мир кричишь орешь что у нас только проблемы и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное мы все знаем сколько людей положил направлением бахмата за 7 8 месяцев ты был руководителем и можно сравнить наши наш народ наши граждане все должны понимать что насколько сложно было в первые времена начиная от гостомеля естественно и главная задача была это мариуполь когда сложное время нужно было обещать несмотря на все сложности совместно с министерством обороны росгладии данная со всеми подразделениями мы вместе решили эту проблему когда весь мир кричал что невозможно будет это решать не говорили о сложности о проблемах что у нас что-то не хватает хватит тебе болтать кричать орать говори место где где что когда увидимся как говорил андар матович и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим хватит уже а то народ и наше общество они не понимают уже в многих вопросах почему он кричит что чуть ли не у него армия это вторая и третий я не знаю что у тебя есть вообще что у тебя за армия на самом деле есть добровольцы есть патриот и вала честь всем кто участвует и участвовал военно-специальной операции поэтому министерство обороны сколько поддерживала за эти семь восемь месяцев теперь мы это все знаем которые здесь находимся и в штабе и в передовой так ну что же а вот теперь мы сейчас показываем на телеграм канале грей зон ответ уткина это командир чего к вагнер не путайте с василием уткиным футбольным комментатором это совершенно другой уткин как говорится тоже вижу что в чате люди не вполне ориентируются и так официальный комментарий командира группы вагнера героя россии дмитрия вагнер уткина я начну обращаюсь к председателю я начну я обращаюсь к председателю парламента чечни господину магомеду даудову мы уже находимся третьей мировой войне и в связи с действующими событиями полностью согласен определенных граждан уже ставить к стенке за тот позор который имеем в чвк вагнер никогда не было и нет и не будет панических настроений любые проблемы которые возникают мы решаем доступными нам способами не противоречащими законам рф и конституции откуда взялась такая фамилия что он давал право обращаться на ты и женя самолеты вертолеты рссо от вас мы лично не получали да чвк вагнер занимать первое место в строчке частных военных компаний признана во всем мире поговорить как мужчина с мужчиной всегда готовы тем более что друг друга знаем еще с первой и второй войны в чечне подпись вагнер командир чвк вагнер грейзон причем дальше там есть еще один пост в развитии его один из других командиров ответил что ему некогда заниматься тик током и так далее он занимается военной подготовкой но это безусловно это безусловно столкновение это безусловно взаимные предъявы которые посмотрим чем закончится потому что ну из сходя из ответа обезлом пригожен поручил ответить с утки ну вот чтобы это сделать более полновесным а это ответ вызова безусловно таскать ну типа хотите устроим третью войну в чечне ну вот так это выглядит я уж не знаю как они это воспримут посмотрим что будет дальше но вот смотрите андрей андреевич в контексте этого всего вот мы говорили об институциональности ведь действительно никаких официальных должностей не у пригожина не у ряда лиц его окружения ну и у ковальчука формального должность нет хотя он все-таки кооператива озеро это тоже знаете своего рода институциональность пригожен человек сидевший человек который внесистемный который публично говорит много чего ковальчук там себе этого не позволяет ковальчук понимает правила игры но тем не менее пригожен выдвинули фронтменом и так далее а вот я хочу спросить в контексте того что сейчас силой как мы и раньше прогнозировали является те у кого есть винтовка винтовка порождает власть как сказал мао джидон понимаете получается что жжем как человек сужен сказал еще владимир ильич так сказать да погоден в его пьесе да это пьеса такого не большая человек с человека с человека да и вот получается ведь какая история власть вопрос о власти в россии решат люди у которых есть именно это не ручка домописка или голосование каких-то голосование которые никто не верит вот это еще когда в россии на ближайшие 20 лет никого не а тот у кого есть чевика и соответственно вытекающие из этого все дивиденды но ведь сегодня мы видим что вот буквально сейчас в эти минуты шибекина идет бой точно такое же кто-то за этот чевика это же условное название кто-то назовет дрг кто-то назовет рдк и легион свобода россии собственно такая же оспаривание кремлевской власти имеет место со стороны людей которые в принципе отрицают и тех и других и третьих которые вот у нас в прошлом эфире вместе с вами появился после предыдущего белгородского рейда ну через один эфир точнее появился значит white rex командир вот этого рдк который сейчас находится в белгородской области вот и каковы шансы что появится и такая сила наряду с ахматом наряду с чего к вагнер появится и какая-то третья четвертая пятая сила которая поддержана конечно украинцами переданным им западным оружием может стать такой же важной силой до вопросе о власти вот я чем очень важный вопрос вы мне задаете я тоже думал над этом вы расширяете мой список игроков на российском внутриполитическом фронте который вот я заготовил кахмат это не игрок на российском политическом фронте вот попытка по моему жалкость сегодняшняя попытка путина ввести напомнить о существовании этого игрока с треском провалилась ахмат эта структура будет близких к дыру людей будет всецело покращена задача удержания власти в чечне где у него очень много недовольных внутри страны и и защите собственно этого государства и чекели от напора российских червяков потому что держится это личная уния путина кадрова на 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 путина с уходом путина все это теряется кстати очень сегодня конечно большую психологическую победу одержали вот люди вагнер но еще раз напомню что конечно ахмат кадрова ненавидит 99 процентов российских силовиков профессионально просто правильно сказать шуткин почему они там сниму и с ними воевали в первый и второй чеченский головы там я не знаю друг другу может быть отрезали футбол играли с одной стороны это происходило явно вот и я думаю что и 90 процентов российского населения ненавидит кадрова и как это не парадоксально возможно примерно такое же количество чеченского населения так что ну в любом случае вот команду с таким названием я бы из списка российских игроков убрал а что остается остается самое действительно эффективное российское вооруженное подразделение эффективное в смысле введения вот в своем плане украины чеченской войны украины российской войны чвк вагна и вот этот спецназ глубинного кгб он конечно есть и конечно спец я не знаю как точно это называется сейчас раньше называла спецназ гру сейчас это гу спецназ гу и силы специального силы специальных операций в министерстве обороны то есть те структуры которые не менее эффективны могут посражаться за власть чем чем чвк вагна они есть министерство обороны и этим объясняется будто форсирование борьбы которая ведет ну группа назовем ее все-таки условно заговорщиком за владение постами министра обороны и начальника генерального штаба уже же названы названы претенденты лично пригожина озвучил этот том же своем знаменитом манифесте на министра обороны мизинцев мизинцев уже у него там где-то в холуях в этом в чвк вангер прыгает ну саровикин давно известен как ставленник пригожина зачем они не нужны для того чтобы там управлять фронтами бороться с контрнаступлением нет они нужны чтобы эти люди отдавали как команду спецназу спецназу министерства обороны то есть как будет развиваться событие в россии зависит от того чьи приказы будут ближайшее время выполнять спецназ гругу приказы министра обороны шойгу или приказы претенденты на пост министра обороны мизинцев вот это вот ваш совершенно законный вопрос вот есть три три крупных игрока силовых в схватке между которыми или в комбинациях союзами с которыми будут решаться вопросы власти и громадной собственности россии в ближайшие недели и месяцы и вот и совершенно праведливо заметили что появляется возможный четвертый кандидат потому сейчас это выглядит он несравненно более менее значим чем эти три бандитских организации но никто не знает как будет развиваться политические события куда побегут вот эти десятки тысяч мобиков в случае поражения побегут ли они грабить варянские усадьбы на рублевке ли они может займутся более конструктивный выбор присоединиться к русскому добровольческого корпуса это тоже не исключено так что вот список потенциальных людей с ружьем или людей с чвк добавим и растущий растущий российский добровольческий корпус предыдущий в одной из русских смут в 17 веке похожая была ситуация там масса разные были чвк московском кремле ну да в тушь в тушь а потом откуда-то появилась чвк из нижнего новгорода с минимум пожарским вот что касается российской оппозиции уважаемой вот сейчас я бы сказал что масса мининых есть почти каждый претендует на роль минина но что-то не видно пожарских пожалуй только один 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 илья пономарёв как-то более-менее выступает в номинации пожарского так что возможны варианты возможно самые различные варианты но вы абсолютно правы в том что все будет решаться не дебатами не голосованиями не опросы общественным мнениями все будет решаться людьми с рождем людьми с чвк а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok